здравствуйте вы попали на кулинарный канал диетолога скачко в этом видео я расскажу вам как приготовить имбирный чай правильно для здоровых мужчин и женщин также вы узнаете как правильно начать использовать имбирный чай если вы только сейчас узнали о его полезных свойствах а также я помогу вернуться к правильному использованию имбирного чая тем кто по каким-то причинам не зная имбирные тесты прекратил использовать этот волшебный напиток для своего здоровья зря имбирь реально помогает улучшать работу всего организма в целом и отдельных органов частности а именно улучшать работу желудка улучшать работу пищеварительной системы в целом работу поджелудочной железы и желчного пузыря печени улучшать работу почек повышать потенцию части женщин помогает вернуть плодовитость то есть устранить мужской женское бесплодие можно с помощью имбиря если вы знаете как правильно использовать имбирь и как правильно использовать вот это вот старую терку в этом процессе но она появится в свое время а я начну готовить имбирный чай и расскажу как это делать правильно и что мне нужно для этого конечно же мне нужен корневище имбиря я уже его подготовил помыл обязательно нужно помыть внутри имбиря не развиваются бактерии а на поверхности могут находиться и возбудители бактериальных вирусных грибковых инфекций в лесных паразитарных инвазий и все-таки растет в земле а там всего этого добра может быть достаточно и чтобы с ними не бороться нужно просто корневище имбиря помыть далее я удалил кожицу и корневище готово мой способ основной способ измельчения имбиря я беру обычную картофель и чистку чашку и просто таким простым движением измельчаю имбирь он у меня попадает в чашку и практически вот моя порция имбиря на один раз она готова что делать дальше вот дальше интересный момент имбирь дальше нужен правильно приготовленный кипяток часть экспертов советуют заливать водой которая дошла до стадии кипения белый ключ я советую этой водой дезинфицировать посуду как я это сделал перед видео а вода кипела дальше закипела минуту-две она у меня кипела после этого остывала и вот уже остывающей водой нужно заливать имбирные корневища измельченные и вы в этом случае получите имбирный чай я это сейчас и сделаю вода в имбирный чай пошла дальше нужно накрыть крышкой и некоторое время настаивать и пока мы имбирный чай настаивается он я уверяю достаточно вкусный потом я по своему вкусу добавлю рецепт в рецепт нужные мне ингредиенты для базового рецепта этого вполне достаточно имбирный чай в этом случае вы получите именно тот уникальный вкус аромат когда откроете посуду имбирного чая и получите те эффекты которые вы получите а чтобы правильно пить любым способом приготовлен имбирный чай нужно его всегда пить маленькими глоточками иными словами не горячий он должен остыть до нужной температуры маленькие глоточки нужны для того чтобы вы сохранили зубы а не доставили дополнительную работу вашему любимому стоматологу все-таки компоненты имбиря достаточно агрессивно воздействует на состояние зубов и чтобы не нарушить их вы пьете либо маленькими глоточками либо используете трубочку для коктейля в этом случае в полости рта никаких новых событий не произойдет а вот дальше есть полезные советы диетолога скачко и секреты диетолога скачко как вам правильно начать использовать имбирный чай если вы впервые в жизни узнали его целебный свойств и хотите попробовать вот здесь на помощь нам придет вот эта самая терка и первый раз когда вы готовите имбирный чай я бы советовал несколько раз корневища имбиря провести именно по вот этой грани количество биологически активных веществ в чае зависит не столько от времени настаивания сколько от степени измельчения и несколько дней если вы пьете имбирный чай приготовленный именно таким способом у вас нет никаких новых событий был у вас лучше работает пищеварительность вы стали более активным у вас лучше работают работает весь организм это значит что в принципе вы получаете полезные вещества имбиря а если хотите получить больше так не вопрос следующих несколько дней вы используете эту грань терки и продолжаете заваривать имбирный чай вот таким простым способом если вновь никаких новых событий не происходит иными словами у вас нет обострения гастрита панкреатита холецистита гепатита у вас хорошо работают почки вы не чувствуете что они находятся справа и слева в средней части спины у вас нет обострения цистита уритрита простатита прекрасно работает весь организм в этом случае вы понимаете что вы получаете полезные вещества имбиря без обострения хронической патологии который возможно есть у любого человека который даже считает себя здоровым что делать дальше как получить больше не вопрос есть еще одна грань через которую можно измельчать имбирь и вновь продолжайте готовить имбирный чай если вы хотите получить максимум полезных веществ сотрите имбирное корневище в пух и получаете максимальное количество полезных веществ имбиря для своего здоровья что делать если у вас на каком-то этапе произошло обострение гастрит холецистит панкреатит нужно ли вам прерывать прием имбиря если обострение панкреатита нужно а если обострение гастрит холецистит цистит у retirед простатит вы просто делаете движения в обратном направлении уменьшайте количество биологически активных имбирем вещества имбиря вы имбирном чай не продолжайте получать полезные свойствам конечно если и это движение вам не очень помогает я понимаю что ваш организм был не очень здоров вы считали себя здоровым а имбирный чай просто показал реальный уровень здоровья что вам делать дальше дальше просто становитесь подписчиком моего канала можете занести мой канал в избранное для того чтобы получить следующие видео ссылку на них вы и узнать как использовать имбирь правильно в зависимости от тех заболеваний которые у вас обострились такие видео я со временем напишу и публикую на этом канале корневища имбиря для практикующего врача фитотерапевта диетолог это просто кладезь биологически активных веществ и возможностей по приготовлению можно сделать десятки видов имбирного чая в зависимости от тех целей задач которые перед собой ставите с учетом тех болезней которую вы возможно имеете и такие видео также появятся на моем канале чтобы вам с гарантией эти видео пришли в почту можете при подписке на мой канал поставить обозначить колокольчик чтобы вам все ссылки на видео приходили в почту либо напишите что-то в комментариях какой-то вопрос задайте относящийся к этой теме и тогда точно следующее видео придет вам в почту вы будете больше знать как же правильно использовать имбирь для своего здоровья и активного долголетия вот на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с первичным подписчиком моих каналов с вами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете что делать с этим видео и кому отправить на него ссылку я пойду пить имбирный чай и подумаю как лучше написать следующее видео и опубликовать на своем видеоканале до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко instagram а также ищите видео с пометкой кулинарный канал диетолога скачко